Рыцарский турнир Параллельно мы проведем и ярмарку невест На мероприятие приглашается весь город Вот раньше как было Невест рыцарем выбирали родители и короли Хочешь не хочешь, а жениться придется Невест искали исходя из знатности рода и богатства Но сами рыцари до последнего в глубине души Надеялись на приятную внешность избранницы А еще они обращали особое внимание на ее предпочтение в еде и одежде Не хотите ли узнать, какое впечатление на рыцарей произвели бы вы? Итак, наши придворные красавицы, первые леди Лучшие невесты королевства Рады приветствовать вас на рыцарском турнире Каждый из потенциальных женихов Не сводит с вас с восхищенного взгляда Но при этом себе на уме А что же вы? Как вы подготовились? Начнем с одежды Какого цвета платья вы выбрали? Красное, желтое, розовое, фиолетовое, черное, зеленое Какого цвета платья на вас будет? Розовое Розовое? А вы пришли бы на рыцарский турнир? Ну посмотреть на рыцарь Да, ну да В розовом платье непременно А чем благоухаете? Ванилью, жасмином, розой, цитрусом, фиалкой, шоколадом Ванилью Ванилью будем благоухать Приходите к нам на рыцарский турнир Спасибо большое Когда дело дойдет до застолья На какие кушанья обратите внимание? Мясные, овощные, рыбные, знакомые, экзотические? Всего по чуть-чуть или не по чуть-чуть? Что выбрали? Экзотическое А десерт у нас сегодня фруктовый И в вашем случае это Яблоки, груши, бананы, ананасы и прочие тропические прелести Виноград, клубника, малина и другие ягоды Апельсины и остальные цитрусовые Что выберете? Бананы, ананасы и прочие прелести Тропические? Да И, наконец, культурная программа Играть и петь будут другие А вас приглашают танцевать Согласитесь? Соглашусь Нет Соглашусь, конечно Правильно, глупость какая Не соглашаться Ну вот и все, дело сделано На следующий день Слуги рыцарей, которых вы покорили Будут приносить в ваш замок подарки И письма с предложениями руки и сердца А вечером под вашим балконом Прозвучит волнующая серенада В которой поклонник говорит о вас Как о чистой и наивной фее Которая, быть может, чересчур легкомысленно Немного неловка, но обаятельна и доброжелательна Но самое главное Верна тому, кого полюбит Ой, как сразу захотелось посмотреть на этого рыцаря Какой он? Сейчас узнаем Первым делом разберемся с его родовым гербом Какой он? Что на нем изображено? В интернете мы попросили Рассказовских рыцарей Выбрать себе логотип В смысле герб На гербе 1% рыцарей будет изображен череп На гербе еще 1% боевой топор 8% изобразили на родовом гербе щит 21% солнце Ага, уже теплеет У 25% будет таинственная черная роза А у нашего рыцаря, который пел под балконом серенаду На гербе будет сиять святой крест Авторы других ответов, как всегда, соригинальничали Свои гербы они украсили Цветами и солнышком, обязательно лучистым Много у нас тут ромашек Есть клубника Змей Горыныч И даже лицо ведущий Вот спасибо Ну, герб это внешний лоск А что внутри? Будем судить о рыцаре по его поступкам Представьте, что вы средневековый рыцарь В трактире к вам пристал подвыпивший простолюдин И оскорбил вас Что вы сделаете? Выбью наглецу зубы Объясню ему, что он не прав Распотрошу его своим мечом на глазах у изумленной публики Мне наплевать, что там промычал простолюдин Мне наплевать Это был у нас маленький рыцарь Тот же вопрос зададим рыцарю побольше В трактире к вам пристал подвыпивший простолюдин И оскорбил вас Что вы сделаете? Вот мне понравился ответ Распотрошу его своим мечом на глазах у изумленной публики Вот Причем здесь именно мячом Вот, то есть я себе представил эту картину Как я футбольным мячом буду потрошить этого простолюдина Вот, буду потрошить его всячески А потом этот мяч у меня превратится в нормальный меч такой Нет, конечно, это все зло Вот, дам ему пощечину, приглашу на дуэль Представьте, что вы средневековый рыцарь На что вы полагаетесь в рыцарском турнире? На руку и голову На навороченные доспехи На свою храбрость На своего оруженосца На свою храбрость Спасибо Представьте, что вы средневековый рыцарь Какой питомец всегда сопровождает вас в ваших странствиях? Мудрый ворон Мой верный пес Оруженосец прокатит за питомца? Да я один обычно путешествую Я один путешествую Нам несказанно повезло Наш рыцарь – добрый рыцарь Его нельзя назвать святым Но за его честность, милосердие и великодушие Мы готовы простить ему многое Он всегда стремится к справедливости и правосудию Помогает обиженным и угнетенным В общем, хороший выбор В следующей программе мы продолжим тему любви Но искать ее будем теперь уже в нашем современном мире Всеми доступными современными способами На вопрос в интернете ответьте, пожалуйста Ну, очень нужно Всем удачи, пока!